В современном мире невозможно жить без компьютеров, смартфонов, так считают многие. Но сотрудники Силиконовой долины, которые непосредственно участвуют в создании компьютеров, различных электронных устройств, отказались от использования любых высокотехнологичных средств для обучения собственных детей. Кто прав на эту тему, мы сегодня и поговорим с нашим гостем, учителем года 2015 года по городу Челябинску, Андреем Роговым. Доброе утро, Андрей Юрьевич. Доброе утро. Вот скажите, пожалуйста, вот в школах Кремниевой долины, там дети, они, скажем так, по старинке грызут гранит науки, читают книги, пишут от руки. И вот планшеты, компьютеры, да, им запрещены даже в подготовке к домашнему заданию, и даже дома они их не используют. Вот у учителя такая методика. Как вы думаете, это правильно или нет? Может быть, нам тоже тогда... Отобрать у детей планшеты забрать. Надо заметить, что это, в принципе, не единственная школа, где приняли такую политику. И тут много сторонников. И одной и другой точки зрения где-то есть плюсы-минусы, но для меня, как для учителя информатики, ближе именно та точка зрения, которая принята в Кремниевой долине. А вот вы говорите, есть плюсы и минусы. А вот на ваш взгляд, плюсы в чем и минусы? Плюсы отсутствия смартфонов в том, что ученик более сосредоточен на учебе. Ведь как мы с вами пользуем наши смартфоны? Мы проверили социальную сеть, почту, пообщались с друзьями, и при этом абсолютно отвлекаемся от происходящего вокруг нас. Ну вот даже мне, у меня ребенок учится в школе, нас заставляют, чуть ли не насильственно заставляют приобрести там и планшеты и так далее, чтобы... Как нам это обосновано, что дети с интернетом, им проще учиться, чтобы даже какие-то... Ну и многие учителя домашние задания даже отправляют. Да, через интернет. Вот насколько, вот как найти вот эту грань? Мне кажется, эта позиция, когда смартфон считается неким, чуть ли не внешним носителем информации человека, она не совсем правильная. Потому что сейчас играет роль скорость получения информации, а ее качество порой отходит на второй план. А ведь с точки зрения учителя гораздо важнее не как быстро ученик получил ответ, а насколько правильный этот ответ. И насколько это осталось у него внутри, да? Совершенно верно. Насколько это запомнил. Ведь получить информацию и потом применить ее – совершенно разные вещи. Ну да, он, может быть, посмотрел эту ссылку, ответил правильно, получил пятерку, и тут же этот файл за ненадобностью удалил и забыл эту информацию. Правильно? Вот так же можно? Но все равно же плюсы некоторые есть. А вот как вы считаете, плюсы в чем? Ну, конечно, их меньше. Я не спорю. Но есть же? Плюс в том, что появляются новые формы работы с учениками. Мы теперь можем оперативно проверить, например, контроль. То есть дать задание, которое ученики выполнят, и мы тут же видим результат выполнения этой работы. А вот насколько современный гаджет? Я вот в одной школе как-то видел, что даже Wi-Fi запароленный школьный, он там год какого-то события, да? И чтобы подключиться к школьному Wi-Fi, нужно ответить на какой-то исторический вопрос, быть может, или математический. Вот насколько вообще в школе помогают гаджеты современные? Как к учителю информатики такой провокационный вопрос, я понимаю, что вы сейчас должны ответить без гаджетов никуда. Как и любой другой предмет, который можно использовать в обучении. Кому-то он поможет, а кому-то только помешает. Ну, а вы, допустим, используете та же самая интерактивная доска, планшеты? Конечно, мы это используем, но в весьма ограниченных и в узконаправленных целях. Каких? Потому что проверить, что именно делает ученик на планшете, возможностей нет. Ну да, либо только подглядывается, да, устанавливает какие-то... Или он там играет в игрушку. Да, да, да. А вот скажите, пожалуйста, вот раньше дети на переменах, они просто носились в школах, стоял такой ор адский. Мне кажется, многие учителя затыкали уши. А вот сейчас, как на переменах происходит дело? Потому что часто наблюдают, что дети, даже когда они сидят в компании где-то на дне рождения... Все, каждый в своем, да-да-да. ...каждый у себя, они не общаются. Ну вы правы, на переменах стало тише, но это скорее минус в данном случае, потому что переменка нужна, чтобы ученики разведили ту энергию, которая накапливается в течение урока. А сейчас они не только ее не разряжают, а еще и наоборот, свое внимание сосредотачивают на тех вещах, от которых они должны отдыхать. А потом, как они себя на уроки ведут после перемены? Вот если они сосредотачивают внимание? Зачастую сейчас появляется такая картина, когда ученики спрашивают, а есть ли у вас свободная розетка? Подзарядиться. Потому что нужно подзарядиться. Ну а вы как реагируете? Вы розетку-то показываете, свободную или нет? Обычно да. Ну а скажите, ну как, ну надо находить общий язык здесь ниже, правильно? Конечно. А скажите, вот как к учителю информатики вопрос. Вот со скольки лет нужно уже начинать заниматься с ребенком информатикой? Информатика вообще как наука, она подразумевает не только исследование компьютеров и таких устройств, а информация как понятия. И так или иначе, дети все равно начинают исследование информатики с самых младших лет, еще до школьных. Не, ну если я по себе помню, у нас в школе была информатика с какого-то там класса, 8-9-го, но мы изучали язык basic, input, print, ну тут такие какие-то непонятные слова. Ну, поход в компьютерный класс для нас все равно был каким-то космосом, потому что ну не было ни компьютеров, ни гаджетов, мы заходили в компьютерный класс. А вот сейчас дети как приходят на информатику? Для них также имеются непонятные слова, может быть, немножко другие, но тем не менее. Да, ученики, особенно среднее и младшее звено, всегда рады информатике, потому что это, они научатся чему-то на компьютере, чему-то такому, что они потом покажут родителям, и их, наверное, даже удивят. Но в старшем классе компьютеры, ну так, несколько теряют уже свой интерес, потому что ученики понимают, что у них будет узконаправленная деятельность в дальнейшем, и изучить все это широко, им необходимости просто нет. Ну, а так, о чем мы сегодня говорим, вот об отмене компьютеров, да, в школах, ведь это изначально для того, чтобы, ну, развить у детей творчество, да? А вот как вы на своих уроках пытаетесь, на уроках информатики, как пытаетесь развить творчество детей? Творческие способности. Ведь тоже есть какие-то ваши приемы, я так думаю. Да, конечно. И в случае с компьютером, это обычно такие задания, которые подразумевают, но, возможно, неоднозначное их выполнение. Когда ученику нужно сам выбрать, как сделать то или иное. Допустим, мы им говорим, разработать не просто что-то нарисовать, а разработать логотип компании. Ага, вот и вот уже... А как уже с помощью этого логотипа отразить суть происходящего, в этом и проявляется творчество. А как тогда оценить? Вот да, вот как оценить хороший логотип? Быть может, вот эти две загогулины, они будут самым шикарным брендом. Оценить нам поможет презентация их компаний, которая в случае презентации другие ученики посмотрят и сами скажут, понравилось ли им и захочется ли им приобретать продукцию такой компании. Но самое главное, что творчество приветствуется и присутствует, да, на ваших занятиях? Обязательно. Андрей Юрьевич, а вот меня знаете, какой вопрос больше всего интересует? А вот были ли у вас такие случаи, когда вы сами удивлялись? Потому что, мне кажется, современные дети, они настолько идут вперед, они даже не в ногу со временем шагая, а вперед бегут. А вот были такие случаи, когда они вас действительно удивляли? И вы думали, боже мой, как он это сделал? Обязательно. Ведь сфера информационных технологий вот самая быстро развивающаяся. У нас в профессии появляются чуть ли не каждый день. И когда ученик расскажет мне о чем-то, о том, чего я не знаю, для меня это всегда удивление. Потому что я понимаю, что я в своей профессии, возможно, чего-то теперь еще и не знаю. Ну что же, огромное спасибо, Андрей Юрьевич. А я напоминаю, что в гостях в нашей программе сегодня был учитель информатики 153-й школы, учитель года 2015 в городе Челябинске Андрей Рогов. Ну а мы вернемся в студию через пару минут.